привет привет ребятки привет мои хорошие сегодня нам предстоит миссия наверное не самое приятное в моем понимании она как сама по себе в принципе не сложна но такая нудноватое что ли но в принципе сейчас обо всем по порядку так итак ребятки если вы видели шорт то уже наверняка знаете что проблема есть она не так велика и ее надо решать и этим мы сегодня займемся смотрите тут тут есть характерные прогалины которые надо чем-то закрыть чтобы чтобы как минимум не вытекала раствор который мы будем заливать туда несколько позже у меня у меня было несколько идей по этому поводу то есть вот эту проплешину можно было просто закрыть характерной мешковиной старый мешок разрезать пленка целлофан ну или обыкновенный картон картон наверное самое правильно потому что у него есть зебро жесткости он будет сдерживать натиск растекающегося бетона вот такой нашел картон грязные мокрые но нам пойдет это это подстилка от цыплят то есть она изрядно уже под истрепана но для этих целей самое так ребят так как вы знаете у нас появились саморезы их много они то и спасут нашу ситуацию с картоном с картоном в совокупности сейчас сейчас объясню для чего я выпиливал эти дощечки они просто жизненно необходимы во всяком случае в моей ситуации то есть как вы видите это у меня все выставлено по уровню но упор идет на вот эту пирамидку из камушков как вы как вы понимаете система ненадежная ее надо максимально укрепить поэтому поэтому делаем вот такие характерные ножки прикручивая их саморезами ну стой или иной стороны так так конструкция будет максимально жёсткой теперь теперь по этим доскам можно практически даже не практически наверно можно ходить жестко быстро дешево просто как оказалось как оказалось ребят картон это хорошо но это не под наце я в виду того что его очень мало в личном подворье то есть частично я конечно заделал с той стороны чуть-чуть но но дальше похоже пойдет мешковина старый мешок ну чё ну чё ребят основную проблему решили там где были большие вот эти проплешины здесь щелей практически нет снаружи просто подсыпать землей и все землей можно землей можно подсыпать позже а сейчас забиваем внутрянку околом немного камней у нас есть но придется возить еще еще и еще так главное главное чтоб камушки не выступали над поверхностью вот этих досок а то потом хер загладишь чем больше и плотнее заложим камушков тем меньший расход будет раствора ой что не сказано хотелось бы ну ну чтоб раствора пошло меньше как вы видели как вы видели ребят того будто или того около который у меня был хватило очень и очень ненамного его принципе было немного поэтому продолжаем возить с улицы то что досталось от соседа по наследству ну или просто повезло ребят ребят камень старался выбирать максимально мельче ну не всегда соответственно получалось но уху если что в помощь мне пойдет молоток потому что чем мельче вот этот самый окол тем плотнее он ложится и меньше придется тратить раствора ребят ребят то что ранее казалось недостижимым и невозможным ну как-то оттягивал эту ситуацию потому что она оказалась до невозможности тяжела но смотрите смотрите ребят все забито все готово заливки бетона дело 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 в общем то за малым как вы знаете как вы знаете у нас нет песка надо воспламенить свою семерку приварить туда фаркоп или все-таки уговорить риску воспользоваться приорой и привезти прицеп песка заняться продолжением задеянного но думаю это уже мелочи день-два и этот вопрос в ту или иную сторону решится ну а цемент цемент купить вообще не проблема можно возможно даже получится воспользоваться лайфхак хай так и упростить или ускорить эту ситуацию не сегодня но но позвони легкий муж куда машину отвода чтоб процесс пошел ребят ребят я перекинулся в нормальную одежду потому что тут что я хотел сделать уже сделано едем так ребят нам надо сейчас купить корма животным по-любому откладывать нельзя есть купить немного еды для себя все как всегда но эта часть нашей жизни жрём мы жрём наши мы жрут мы едем все едем когда ты все поймешь и скажешь нет я вырву из гути и падаю тебе возьми сердце мое а я возьму твое и и и ребят сейчас едем за зерном первую очередь наше старое место дислокация надеюсь там она будет она там по сходной цене больший объем но если нет поедем туда туда где меньше объем и дороже цена ночью дела все ребят функционирует работает главное главное чтобы было зерно в наличии ну в принципе нет нет еще какие-то тряпки решено мешки но из них можно вот вот цена тоже пока осталась но и и я и я я и и я и что и и и и Для себя, пару штук хотя бы взять, напульбенить пиццы, у нас вчера даже какая-то неразбериха получилась, хотел вечером пойти, просил, я бы сказал, умолял Иришко пойти за пышками для пиццы, ни в какую, говорит, их нет и все, пойдем завтра, завтра они будут, а сейчас там люди такие более резкие, уже все выкупили, ну что, мы едем сегодня. Пятерка и надеюсь, пышки будут в наличии, ну хочется ж пожрать, вкусно пиццы, надеюсь не разжирею. Вон ветер начинается, это осень. Вот эти пылевые бури, вот так на лице, вот так вот, пылью. Как наждак. Отлично. Ну и что ты не против. Да, давай такие, кусты одинаковые, какая разница. На завтра точно они будут. Да, 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 да. Вот, Николь, это кто, куда они вчера были? Не было, Андрюш. Их привозят утром. Что там с грибами, грибы только такие в банке, думали на развес. Да, но цена такая, нет, 400 в два раза дороже почти. Уже они пахнущие, наверное. Да нет, пахнет. Что-то мы заходились, ребята, домой приду, покажу, что мы купили. Потому что всё показать тут просто невозможно. Да большой бери, что ему будет. Постоянно пользуемся. Повна сумяра, панаха, полы. Сейчас салат ещё сделаю с крабовой палочкой. Хорошо. Увидели, ребята, там вытянули доски. Ну, решили, возможно, они нам пригодятся. Надо сейчас посмотреть. Ну, для чего-либо потом. Ах ты, гад! Не, ну, это одна широкая, она лопнута до середины. Смотри, вот это как щит. Может, ты знаешь, такое вот. Это не щит, это нищая туалета. Да, нищая, тогда не подполнится. Ну, вот доска, видишь, как широкая. Ну, по идее. То есть, её вот так вот отпилилили. Ну, в принципе, тут дюймовка останется с двух сторон напилить. Не будешь ты этим заморачиваться. Она толстая, Ир, но она одна. Узкая. Не, она не, ну как, это не. Это тоже, я пругаюсь, тут ничего не останется. Тут даже дюймы нет. Я поняла, значит, тогда уже. Издалека было красивее. Жора, пойдём. Заберёт ему. Так, ребят, покажу, что мы купили. Ну, большей части тут ингредиенты на пиццу. Зелень. Это на работу, ну и так поужинать. Печёнка с макаронами. Грибы, опять же, это на пиццу. Хлеб, ну это просто хлеб. Помидорки. Много-много-много пышек для нашей пиццы. Пышки с бортиками. Так, это у нас кепчуп. Кепчуп. Большой майонезище. Сгущёнка для кофе. В общем, налепим сейчас пиццу. Нальём кофе со сгущёнкой и будем худеть. Фу-ля. Елочка. Голодный ты наш. Я голодный. Десал. Десал. Еды у них нет, Андрюша. Ну, надо покупать. Так, так, ребят, опять перекинулся в такую одежду, повседневную, домашнюю. Сейчас надо выгрузить из автомобиля зерно, потому что надо кормить животных. Зерна практически нет, только то, которое есть в автомобиле. Надо спасать наших животных, выгружая это самое благословенное зерно. Ребят, тачка занята. Приходится тянуть это всё добро на горбу. Блин, отвык уже. Нелёгкая эта доля. Из болот оттянуть бегемота, да, Жорка? Ой, Жорка, Жорка. Ребят, ну и напоследок, хотелось бы чуть подытожить, потому что писали и неоднократно повторялись, что хотелось бы людям, чтобы видео было длиннее. Да, это возможно. Да, наверное, это нужно сделать. Но самое главное препятствие этому, то долгое и нудное занятие, которым я занимаюсь сейчас. Потому что, скажем, забить вот эту фигню камнями уходит около часа. Вам показываю всего лишь 5-10 секунд. И, соответственно, времени проходит много, а оставшего гося категорически не хватает на то, чтобы потом смонтировать ролик. Ну, если бы я дальше делал что-то ещё. Поэтому, как я эту миссию закончу, которая трудоёмкая, долгоиграющая, перейдём на обычный формат. 20 минут ролик, возможно, даже больше. Ну, а на этом, ребятки, пока. Добра и хорошего настроения. Подписывайтесь, если ещё не подписаны. И до новых встреч! Давай! Давай! Давай, за луч! Давай, за луч! Давай, за луч! Как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот семнадцать лет!